МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это программа Кино в деталях, и я ее ведущий Федор Бондарчук. Смотрите сегодня выпуски. Прибытие инопланетян. Фантастический Петрополис на детали разбирает наш критик Карцева. Тихон Жизневский в поисках приключений. Поджигали в сарае. Ну, в общем, много было всякого веселого детства. И что для него теперь главное сокровище? У меня сын родился недавно. Антон Богданов и его школьный переполох. Я, на самом деле, неплохо учился, но хулиганил очень отчаянно. И меня выгнали из школы за поведение. Культурный блиц от Закадрова. Мишка Япончик, Рябой, Крепыш, Левис и Емеля. И это только начало. Никита Калагривый в гостях у Федора Бондарчука. Ты уважаешь соперника, но тебе надо выиграть. И все. И ты потом руку пожмешь и скажешь, ты красавчик. Но сейчас мое время. Я обязан забрать это первое место. Забирай. Сегодня у меня в гостях молодой актер, на которого очень советую обратить внимание, если вы еще этого не сделали. Да и сложно его не заметить. Он сыграл почти во всех актуальных молодежных сериалах последнего времени. И не только сериалах. Звезда проектов «Два холма», «Жиза», «Черная весна», «Майор гром», «По щучьему велению» Никита Калагривый в студии программы «Кино в деталях». Артист в сегодняшнее время, которому говорят и комментируют, что вы не ярко выраженный герой, или не пойми что, то ли вы характерный артист, а вообще у вас изъян, или вот Щербинка, или так далее. Надо сказать до свидания, выкинуть эту чушь из головы и сказать, что время таких артистов пришло. Что сегодня сложный герой, интересует всех. Так и не только внутренний, но и внешний. А сложные лица, и не только. Невероятно востребованные и интересные. Как у аудитории, так и у продюсеров. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли в гости. Спасибо, что пригласили. Вы же первый раз у нас в программе. Вот я рад вас видеть. По-моему, мы с вами встречаемся в тот момент, когда вы проживаете, испытываете какой-то пик в вашей профессиональной карьере. Так ли это? Соглашусь, да. Расскажите о себе. Вот такой, знаете, такой нетривиальный вопрос. Вы из Новосибирска. Да. Закончили гиди с красным гид-дипломом, насколько я знаю. Но давайте вот с Новосибирска. Рос мальчик Никита. В какой семье рос? Рос в замечательной семье. С мамой, с папой, с дедушкой, с бабушкой. Родители не были связаны? Нет. Отец у меня строитель. Ну, по образованию он технарь, так скажем. Он с высшим образованием, но он ушел в строительство, так скажем. Мать у меня домохозяйка. Собственно говоря, дедушка. Начальник был автокомбината. А вы один в семье? На то время был, да. Сейчас уже нет. А все свое юношество я был один в семье. И когда вы сказали или не сказали, как родилась идея? Были какие-то дополнительные кружки? Я не знаю. Да нет. Ну, тогда расскажите, когда тот момент, когда и кому вы сказали? Мама, папа, дед или друзья? Дедушка, да. Или уже из Москвы. Привет, я в Москве. Не знаю. Нет, сначала было так, что я поступил, я занимался боксом, выступал на соревнованиях и поступил в педагогический университет тренера по боксу. И параллельно мой дедушка покойный, он знал, что у меня есть... Я любил КВН школьный, то есть я любил как-то там на гитаре поиграть, еще что-то. И он говорит, о, я, говорит, увидел курсы на столбе где-то сорвал, значит, листовку. И он говорит, курсы актерского мастерства. Он говорит, сходи. Ну, дед-то, а? Да, да, хотя он вообще никаким боком к творческой профессии никогда не относился. Он говорит, наверное, говорит, прадед играл на аккордеоне, говорит, наверное, ты вот в него. Замечательно. Я говорю, ну, наверное, дедушка. Наверное, от него. Я пошел, и уже там педагоги. Мне посоветовали, что лучше, наверное, тебе попробовать стать актером, а не боксером. А вот по поводу бокса, скажите, это была профессиональная занятость, интерес? Или это жизненная необходимость жизни в том районе, в Новосибирске? Безусловно, безусловно, это... И то, и другое. Безусловно, это... Меня папа заставлял. Это раз. То есть я до этого занимался карате, дзюдо. Какие-то у меня были там... Ну, такие. Баловство это все было. А тут я приехал, я жил на Украине еще долгое время. И так получилось, что меня там выгнали из школы, с матерью я там жил. Меня выгнали из школы, и она говорит, поедешь к отцу в Сибирь, будешь там с ним воспитываться. И он вот меня отдал на бокс. Он сам боксер. И он говорит, никакого карате, пойдешь... Правильно. ...советская школа. Я говорю, ну хорошо. Я первое время противился. Вы послушные ребенок были? Я нет, ни в коем случае. Вы можете, в принципе, отказаться от предложения папы пойти в спирт без бокса? Нет, у меня папа ветеран Афганистана. Конечно. Он такой хороший дядя. Сибиряк. Он чистый сибиряк. А сколько лет ему? Ему 55. Ровесник мой. Я понимаю этого поколения вообще. Я его прекрасно... Любимый фильм «Одевятая рота». Ну поколение, я что понимаю? Мы люди из бетона и стали. Он говорит, была премьера, помню кинотеатр «Победа» у нас есть. И он говорит, вот была премьера, и нам письма приходили с фильмом. Дело в том, что вы про Новосибирскую победу говорите. Я-то его прекрасно знаю. Вот. И он говорит, премьера была там. Ну конечно, потому что у нас... Афганское сообщество. Конечно. И я там, меня разорвало в слезы, потому что мне... И он говорит, мы кричали, это про нас. Ну а мне вы дарили, как вы себе представите, мое состояние, когда они же пришли, но не при параде, они все-таки колодки. Кто-то медали ордена одевал, а кто-то вот эти колодки. Ну мне подошли, мужик отдал колодку свою, медаль свою, на, держи. Ну они очень благодарны этому кино. И ушли они пить. Очень благодарны этому кино. Вы мне говорите, вы мурашки пошли, сейчас приду себе. Я ему благодарен за это воспитание. Да, будешь заниматься боксом. И все. А он хотел, чтобы я пошел потом в ЭДВ, в спортроту в какую-нибудь. И я вот как бы думал, ну так и сделаю. Я особо никаких талантов не имел, никуда так не стремился, не знал, куда я пойду. И я в принципе доверял, как бы я подумал, ну надо, значит надо, ничего, я в форме был, я боксировал. Да, конечно. Армия меня не пугала никаким образом. Подходит 10 класс, да? 11 это было. Да, но вот по. Это уже был 11 класс, но уже нужно готовиться. Определяться. Я все-таки как бы документы отнес в педагогический, так как там меня брали 100% на бюджет. Из-за спортивной биографии, так сказать. Да, у меня паспорт боксера, там это тоже прилагается все в резюме. И потом все-таки мне пришли, значит, приглашения, значит, на вступительные экзамены туда, в Новосибирский государственный театральный институт. Я пришел и поступил. А выбор-то дальше, выбор в Москву, в Москву, вот этот момент, когда настал? Мы были из института, из театрального. Да, что? Ну, я там хулиганил, хулиганил, да. Мне все говорили, пацаны там старшекурснее, ой, коллагривый, тебя не выгонят ни за что. Ты что, ты же коллагривый там, никогда у тебя все в порядке. Я говорю, да, конечно. И вот у меня прям пинком сразу на первой сессии. Хулиганка-то в чем была? Ну, дрались мы там, я дрался, на пары не ходил. Да, да, да. Пьяный где-нибудь приходил. Значит, и потом... Так, отчисляют, что делать? Я уезжаю с отцом в первый раз в жизни за границу в Таиланд. Там, значит, отдохотворяюсь, так скажем, походил по храмам. Я, значит, подумал. И хотя отец был изначально против театрального, он считал, что это секта, что я пропадаю целыми днями. Но с отцом вы все-таки уезжаетесь, то есть как... Да, да, да. Ну, вы любились к каким-то товарищеским отношениям, да? Конечно, конечно. И он меня там спросил, он говорит, ты, говорит, отдохни, подумай. Если тебе это нужно, значит, мы подумаем, как тебя туда вернуть. И я подумал, говорю, нужно. И мы пошли, разговаривали с ректором. Все-таки меня приняли на испытательный срок, взяли, сказали, что если я сессию не сдам... Ну, какую-то повинную вы там дали. Да, конечно, безусловно. Говорят, если не будет сессии отличной в семестре, то, значит, не будешь учиться. Ну, якобы. Ректор хороший был у нас человек. И я закрыл сессию хорошо. И полетели в Москву? И полетел в Москву. Вот это решение, когда в Москву, в Москву. И куда? Мне мои товарищи из курса Охреева, Новосибирске, они сейчас в Барнауле в театре, они говорят, я Дегалам Мазов, очень классный мастер, очень хороший. И я приехал в апреле месяце, мы в конце апреля, мы приехали с друзьями, сели на поезд, на плацкарты, поехали втроем поступать. Вот я вышел на перрон, я думаю, все, мой город по-любому, думаю. И я прям почувствую в себе эти силы, да, и прям до сих пор. А энергия, он достаточно такой, да какой достаточно, агрессивный город. Агрессивный, это мое, это мое, мне нравится этот темп жизни, многим он не нравится. Конечно, многих не принимает, но сложно, правда? А мне нравится, я вот прям чувствую здесь. Ну, мне хорошо, и люди здесь встречаются у меня порядочные. И очень много здесь и провинциалов, которые себе тоже здесь нашли дом, так скажем. Поэтому я себя замечательно тут чувствую. Вряд ли ты будешь сниматься, у тебя такая внешность странная. Какая? Характерный и характерный? Ну, потому что у меня такие, мне я когда поступал, говорили, ой, 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 какие у вас зубы. Ты вроде как бы как герой, а вроде быдловатый. И, говорит, у тебя внешность такая, не поймешь как бы, кого тебе давать играть. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Никита Калагривый. Никита, ну, поступили уже, какой план был в кино в кино? Нет, мне говорили все, что, скорее всего... Забудь первый год посвяти это образованию. Нет, мне сказали, что вряд ли ты будешь сниматься, у тебя такая внешность странная. Какая? Характерный и характерный? Ну, то, что у меня такие, мне я когда поступал, говорили, ой, 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 какие у вас зубы, молодой человек. Да, я понимаю, а вы в следующий раз, к сожалению, этого уже не будет, вы уже там в космосе, в звездном, но вы так говорите, Караченцева, не помним артиста такого, Караченцева? Вы знаете, я даже повторяю какую-то творческую судьбу, потому что Сергей Анатольевич Галамазов в свое время ставил спектакль «Тилю и Линшпигель», и я играл Тиля с Михаилом Горевым, он играл Рыбника. Очень классный был спектакль, к сожалению, его закрыли, но это было 6 месяцев. Слушайте, а вот расскажите мне интересно, а раньше бы вам бы сказали, профнепригодные, да, из-за дикции, а нам мешало, вам делали замечание, вам хотели пробки, блин, поставить? Говорят, давай эти брекеты, а вы сопротивлялись, наверное, потому что это ваша потрясающая, ярко выраженная индивидуальность, которой мы за ними гоняемся, все. Да, наверное, именно вот почему мне нравится кино, в том плане, что в кино как раз вот ищут личности, и это помогает. А в театре все-таки ты должен соответствовать определенному уровню мастерства, именно мастерства театрального, актерского. Ну почему? У вас все прекрасно, у вас посыл, дикция, распределение аппарата у вас есть, но он прекрасно. Я старался, я приезжаю в Крым, вот я сейчас был в Крыму, снимался, все, я пообщался там неделю с крымчанами, и я начинаю шокать, гакать, что-то там тянуть. И это у меня вот всегда педагоги ругали. Да, но вы можете из этого, из этот акцент также убрать быстро? Да. Знаете, что я сейчас сказал между делом, там мы говорим, пробку спробовали, а мы же не с профессиональным зрителем разговариваем. А, что это такое? Может быть вы расскажете, с чем сталкивается студент, но даже не только вы во время обучения готовились к технике речи и так далее. Да, это, наверное, один из самых интересных предметов, потому что голос и дикция очень многое дает артисту, по крайней мере мне, я это использую очень лихо. Есть у нас логопедический час в неделю, где мы берем перчатки медицинские, спринцовку резиновую небольшого размера, пробку от вина или шампанского, желательно от шампанского. Или квадратик, да, еще режут они из нее? И вырезают просто удобный, можно использовать маркер, что угодно. Главное, чтобы было препятствие для языка. И твоя задача закрыть зубами эту пробку, упереться языком в тыльную ее часть, чтобы преграда была, и в каком положении прочитать страницу текста или стихотворения. Когда вас увидели и как это произошло? Фотографии свои представляли? Безусловно. Ну и получился фильм «Жги» Кирилла Плетнова. Вот тогда вы, получается, первый раз познакомились с Кириллом, с которым, я так понимаю, все-таки судьба вас... Сводит до сих пор. Слышь, Хромая, ты не беси меня! Ногами шевели! Погоди ты. Ты не слышишь, что ли? Человек, приказ. Ну, рассказывайте. И вот вас вызывают просто на пробы. Я был лысый, я побрился, в Новосибирск съездил, подстригся на лысом, меня парни подстригли, товарищи. Кого играли? Под образ стриглись? Нет, просто они говорят, что-то ты, говорит, потлатый сильно не пойдет. А, ты как раз вот в этой же... Ага, да. И они меня отстригли, я приехал, и у меня началась как раз карьера гопников, солдатов, да, и брутальных, так скажем, таких каких-то ролей. И вот как раз меня Плетнев спросил, о, ты, наверное, служил по теме... А вы знали Плетнева? Конечно. Вы видели его как артиста? Диверсант? Да. Конечно, безусловно, я его знал, у меня отец смотрит такое кино, как раз Кирилл, в котором снимается. И мы с ним как-то на пробах сразу сошлись, потому что начали импровизировать что-то там, Даня Стеклов еще пришел, и мы с ним вместе как-то. И я даже не верил, что меня кто-то утвердит куда-то, я поэтому пришел абсолютно на такой какой-то расслабленной волне. А почему не верили? Ну, потому что мне... Я приходил на кастинги, и мне говорили, у тебя непонятная фактура. Ты вроде как бы как герой, а вроде быдловатый, и, говорит, у тебя внешность такая, не поймешь, как бы, кого тебе давать играть. Ты как бы и не красавчик вроде там, любовник, и вроде и не бандит какой-то, то есть непонятно было. А когда я на лысо подстригся, все встало на свои места. Поговорим об инопланетянах, тем более они так прочно закрепились в нашем кино, что выдворить их оттуда решительно невозможно. И ведь не только в блокбастерах. Вот фильм Валерия Фокина, Петрополис, например, настоящее авторское кино, а причем здесь внеземные цивилизации, узнаем у нашего обозревателя Никиты Карцева. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Поговорим сегодня о достаточно необычном, пугающем, фантастическом, ну в смысле, что это фантастика, в фильме Валерия Фокина «Петрополис». Приветствуем вас, говорящих от имени человечества. Мы готовы отказаться от принципов невмешательства. В центре сюжета молодой ученый, его играет Антон Шагин. Он сын иммигрантов, вырос в Соединенных Штатах Америки, там и трудится по специальности. А специальность у него необычная. Он занимается мыслительным моделированием возможностей разговоров с инопланетными цивилизациями. Вот что, если они нагрянут на нашу планету, и нам предоставится возможность наконец-таки с ними как следует поболтать? Вот как будет эта коммуникация строиться? Из чего она будет состоять? Вот что-то такое примерно и изучает герой Антона Шагина. Сказать что-то более конкретное сложно, потому что ничего более конкретного нам и не скажут. Здесь наоборот, авторы очень много усилий тратят на то, чтобы оставаться загадочными, такими, знаете ли, интересными. Ну вот как раньше в пионерлагерях говорили, ты чего такой странный, ты чего интересничаешь? А вот потому что у меня фантазия развита. Ну вот раз у тебя развита фантазия, так и делай фантастику. Но они и сделали, да еще и такую, как Петрополис. Если ты можешь спасти мир, любовь моя, делай это и не жалей ни о чем. Где-то рядом с героем Антона Шагина ходит, вздыхает, дышит ему в затылок и очень хочет родить ему ребенка, героиня Юлии Снегирь. Она здесь что-то вроде прекрасной музы и мук совести для главного героя. Она ему дана для того, чтобы, с одной стороны, его радовать, а с другой стороны, чтобы он никогда не забывал, что же такого он натворил. А что же он сделал? Да, всего лишь ответил карьерному вызову. Он должен помочь наладить контакт с самой настоящей внеземной цивилизацией. Все то, о чем он думал только гипотетически, случилось с ним в реальной жизни. Но у этого есть свои последствия, и они такие страшные, что не будем их раскрывать раньше времени. А то вы еще на кино вдруг не пойдете. Все человечество — это просто одна обманутая жена. Ты зашел с ума! Я не хочу это слышать! Мы не знаем, что они могут. Надо сказать, что сам фильм охотный и на полную катушку используют современные технологии. Они, например, позволяют, находясь в одном съемочном павильоне с помощью компьютерной графики, ловкости рук и никакого мошенничества, создать впечатление, будто перед нами дом, который стоит на берегу океана. И эти волны бьются о берег и приносят то хорошую новость, то не очень, а главное, манят нашего главного героя. Он вообще такой человек заряженный, пассионарный человек. Он знает, чего хочет и точно этого добьется. Но вот такого Антона Шагина мы еще никогда не видели. Если Бог всемогущий, то может ли он создать камень, который сам не сможет поднять? Конечно же, злые языки скажут, что подобную волну и даже больше мы видели в фильме «Интерстеллар». Или что очень похожий сюжетный конфликт разворачивался в фильме «Прибытие» Дэни Вильнёва. Но так скажут только циничные черствые люди, которые совсем не переживают о судьбах нашей Родины и планеты в целом. Которые совсем не готовы к прибытию внеземной цивилизации. Что уж говорить о герое Антона Шагина. Особенно, когда рядом с ним, рука об руку, пусть и не до самого конца, идет такая героиня, как Юлия Снегирь. Ну, спорт-то помог держать удары. Я имею в виду, когда ты можешь оказаться в проигрыше. Безусловно. И часто оказываешься. У меня первые где-то соревнования 10 я проиграл. И это было очень тяжело вернуться, так скажем, в победную серию. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Никита Калагривый. Никита, перейдем к оффлайну. С удовольствием. Да. Рассказывайте. Оффлайн. Кирилл написал, что приходи на кастинг. То есть, получается, вы стали отчасти его артистом, да? Я бы очень хотел в это верить. Мне с ним работает комфортно. Я ему сказал однажды, что с таким режиссером, как ты, я готов работать при любых обстоятельствах. Появляется оффлайн? Да, сценарий очень крутой. Я говорю, давай, что там? Очень крутой сценарий. Мы читаем, я читаю этот сценарий, прихожу на кастинг, раз, два. Потом встречаемся с Ваней Добронравовым. Он говорит, а я тоже, говорит, был на этом кастинге. И говорит, на роль Левиса. И я говорю, и я на роль Левиса. Я думаю, блин. Первое ощущение. Такая хорошая роль, думаю, и мы такие разные с Ваней. Думаю, интересно, как. Получилось, что он утвердил меня. Ну, там действительно были хорошие. Он, что мне понравилось? Он меня пробовал долго и усердно. То есть, это не было, что я тебя знаю, Никита, приходи. Это было вот по чесноку. Я на пробах тратился так же, как в кино тратился. Здорово. Здорово. Ну? В этом подъезде живет тот, кто меня заказал. Что делаем? Ждем? Когда банально проснулись знаменитым, вот этот первый момент, когда вас узнали. Сказали, опа, я, ты, а, ка... Да, да, да. Это, по-моему, милиция в метро, по-моему. Это после какого-то периода? После ШКИ, кстати. Уже, сразу же, да? Ну, это было очень редко, но вот этот фильм почему-то попал в людей. И сотрудники полиции остановили меня досмотреть документы. С проверкой документов? С проверочкой, да. И, значит, пока один проверял, второй... Рассматривал. О, он говорит, ты же этот, из фильма, ну, вертуха. Я говорю, да-да-да. Он говорит, о, понятно, артист, говорит, ладно, иди. Ну, и да. И, а потом все-таки случилось другое кино. Господа, вы что, воры? Все, кипец. Как говорил мой папаша, евреи, не воруйте с убытков, воруйте с прибылей. Вот он, вор. Представляете? Иду мимо, смотрю, ворует. А, так кто ж байстрюк? За Дунайский. А второй-то кто? Шляпочку подай, маленький. Шляпочку. А-а-а, да это, собственно, и персоны Абрам Бендер. Во-первых, надо рассказать, что вы еще пробовались на Бендера. Да, на самого Остапа. Да. И роль подходящая такая, ну, для меня, мне казалось. Я пришел на пробы, Игорь Зайцев вел тогда пробы, он говорит, очень хороший проект. Неважно, какую роль здесь сыграть, здесь много потрясающих, хороших, ярких ролей. Я, как бы, попробовался на Остапа, он после проб мне говорит. Он говорит, а не хочешь Мишу Япончика попробовать? Там, говорит, конечно, куча артистов уже пробуется всяких. Он говорит, не хочешь? Я говорю, хочу. А вы не видели Мишку Япончика до этого? Ткачука? Ткачука. Я фанат Ткачука. И я фанат Ткачука. Я его обожаю как артиста. И вообще, и все его кино я смотрел. И вы осознанно понимаете, ну, как здорово, интересно. Конечно, я абсолютно на интервью всегда говорил, что я очень многое от него взял. Потому что я это кино как раз вот с отцом, мы его смотрели. Шикарный вид. Вот его, абсолютно, я считаю, что он классный артист. Он классно взял вот это его какое-то нутро угря какого-то. То есть у него вот это внутри постоянное, его цепкий этот взгляд. Но я-то играл еще моложе. Да-да-да, я хотел об этом сказать. Вы даже это произнесли. И это даже по отношению к Ткачуку может его быть. Да, и я поэтому старался все-таки, чтобы именно его образ, хотя я читал и Бабеля, и понимал, что есть отсылки, естественно, да, от Бенни Крика какие-то, еще, еще, еще. Конечно, безусловно, я не буду этого скрывать. Я люблю конкуренцию, и я хотел бы с ним поработать в паре, так скажем. Ну так, слушайте, ну спорт-то помог держать удар. Конечно. Я имею в виду не физический, конечно, а вообще спортивные соревнования, когда ты можешь оказаться в проигрыше. Конечно, безусловно. И часто оказываешься. У меня первые где-то соревнований 10 я проиграл. И это было очень тяжело вернуться, так скажем, в победную серию. А вот когда я вернулся в победную серию, я вообще не сомневался, потому что у меня уже были проигрыши, и я знал, что с этим делать, как к этому. А тут абсолютно у меня есть параллель к сцене и к площадке, и к рингу. Вы заметили, Тихон Жизневский не так часто появляется на экранах, как мог бы, учитывая его недавний звездный взлет. Считаю, молодец, правильная стратегия. Тем более, сейчас он снялся в главной роли фильма по сценарию нашего любимого Андрея Золотарева «Либерия. Охотник за сокровищами». Подробности в разговоре Тихона с нашим автором Анной Фединой. В прохад выходит фильм «Либерия. Охотники за сокровищами», где вы играете молодого бизнесмена и фаната самокатов, которые внезапно оказываются втянут в поиски загадочной библиотеки Ивана Грозного. Вы сами приключения любите? Конечно, я очень люблю приключения, как и любой мальчишка из детства. Тем более, мое детство было устроено так, что я был предоставлен сам себе. И мы искали всякие разные сокровища, придумывали всякие себе приключения, поджигали сарай. Ну, в общем, много было всякого веселого детства. А уже в таком возрасте поучаствовать в каком-то приключении, пусть и в кино, мне кажется, очень здорово. Прошу прощения за ранний визит, но вы заинтриговали у меня свои фотографии. Чего у меня такого? Какая-то очень старинная штука, да? В точку. Меня вообще-то не каждый день пытаются застрелить. Сюда! Потом еще и родной отец хочет из машины выкинуть. Какие сокровища вы искали в детстве? И что, находили ли что-нибудь? Ну, мы, я же родом из Калининградской области, мы, допустим, собирали янтарь очень много, так, ну, по несколько килограмм, и потом клады закапывали в землю. Ну, то есть из-за того, что уходили утром, а приходили только пообедать и вечером, то есть родители за нами не следили, мы всякие разные приключения, конечно, себе устраивали. Приключения, вспомните, одно со знаком плюс, одно со знаком минус. Мы заперлись в сарае, причем у нас было бензина, где-то литра два, наверное, мы купили на заправке. И, значит, тем, кто помладше, и не так, если можно выразиться, был круто по дворе, мы попросили их закрыть нас снаружи, чтобы они не имели доступа в сарай, и нам ключ обратно просунуть через щелку. В сарай было темно, и чтобы подсветить немного, мы вот зажгли чуть-чуть на полу бензина, чтобы было видно, естественно, он воспламенился, и там вот был мой брат, еще мой друг, я вижу, как стена огня, и нам не выйти никак, потому что дверь закрыта с другой стороны на замок. Я начал просовывать, а уже пламя, то есть оно уже под шифер расстилается, то есть я вот вижу их силуэты, как они кричат через сквозь огонь. И как в кино прямо у меня вот я ключ просовываю в щелку, он падает, я его ищу, все, уже дышать нечем, я его просунул, и нас открыли, и они как вот в кино опять же через огонь выпрыгнули, ну вот такое вот вспомнилось. А позитивного очень много было. Раз уж мы заговорили про огонь, что вы после огня узнали о пожарах? Да много всяких пневмонцев, всяких рабочих. А какие-то практические штуки, вот мальчишкам следующих поколений, которые решат проиграть с огнем? Есть один родственник, он пожарный, прям настоящий, он сказал, конечно, если бы я не знал тебя, я бы просто, ну, я бы просто плюнул тебе в лицо, ну, ты хороший парень вообще, такой веселый, кучерявый. Ну, конечно, это никакого отношения к нашему делу не имеет. Но, говорит, тем не менее дух захватывает. Я даже спустил слезу, конечно, я понимаю, это художественный вымысел, кино. Ну, какие-то нюансы, да, что-то мы узнали, как люди работают, мы с ними общались, с этими пожарными. Вы меня сюда позвали, чтобы я, типа, с вами полетел, пожар увидел и понял, что профессия – это цыганьков, да? Типа, обжегся и домой свалил, так, что ли? Я не испугливый. Молодой, ты там что, гнездо вьешь, все нормально. Как вы с Ваней Янковским познакомились? С Ваней на огне мы познакомились. Как возникло ваше дуо четверости шеи на бутылке? Да просто очень тоже надо было, была тяжелая ситуация, когда мы снимали утопию и тяжелая вообще атмосфера, самого материала, и чтобы сильно не погружаться в это дело, мы отвлекались, просто веселились. На контрасте существовали и как-то вот так баловались, нас это задорило, и поэтому вот мы этими глупостями, шалостями занимались. Как вы придумывали шалости вроде золотой фольги на зубах или игре на банках с витаминами? Ну просто давай вот так вот сделаем, вот так, возьмем шубу и фольгу, вот конфеты, давай вот так вот, и сразу, ну как-то так, ну импровизации, просто баловались, дурачились. Актеры должны быть инфантильными, как дети, они не должны становиться взрослыми и серьезными, как я сейчас. Все время должно быть состояние игры внутренней, как у ребенка, который, безусловно, верит во все обстоятельства игры в песочнице. Так же актеры должны быть. А если актер становится очень важным и серьезным взрослым, то грошится, наверное. У вас есть какой-то способ, как возвращать себя вот в это детское состояние? Нет, это такой очень сложный момент, очень легко схватиться вот как раз-таки в серьез и в важность. Я прошу, как правило, своих близких, друзей, родственников, чтобы они как-то меня немножечко правили в этом отношении. Если они видят, ну, то есть у меня есть друзья, офицеры, моряки. И они просто сразу сказали, ну, если мы увидим что-то не так, то просто, ну, лицо будет, ну, биться твое прям, ну, сильно, прям, до переломов костей, носа. Ну, пока не бьют. Вы называли себя удачливым бездельником. Это характеристика по-прежнему верна? Ну, пока вроде да. Я удачливый человек. Что было вашей главной удачей? У меня сын родился недавно. Я вас поздравляю. Пару-пару месяцев назад. Как собираетесь его воспитывать? Так же пустите в свободное плавание? Да. Попытаюсь хотя бы как-то минимально приблизить его к тому воспитанию, которое давалось мне, что он свободное существо, не принадлежащее мне и моей супруге, может делать, чего хочет. Каким человеком вы хотите остаться? Я? Порядочно. Спасибо. Спасибо. Я рос, как бы, можно сказать, на улицах, поэтому я абсолютно все это понимаю. Быть и все вот эти запутанности. Мутки. Мутки, которые ребята делают. И сам в них участвовал. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Никита Калагривый. Никита, поговорим о проекте «Черная весна». Замечательное знакомство. Сергей и Любой. И сейчас, извините, я вас перебью. Обратили внимание, что мы все проекты обсуждаем платформенные? Интересно. Слава богу, что реально случается там. Да-да-да. Потому что для меня это качество и интересный материал. И вот как раз о нем пришел материал «Черная весна». Я что-то почитал. Думаю, подросток. Сейчас, наверное, будут просить меня играть подростка. Ну, так далее и тому подобное. Прихожу и начинаю рассказывать Сергею и Любе про фильм... Сергею Тарамаеву. Тарамаеву, да. И Любе... Я ее тоже считаю Тарамаевой. Тарамаевой. Львовой. Львовой, да. Но мы называем... Любовь Львова. Поехали к Тарамаевым. Вы у кого снимаетесь? У Тарамаевой. У Тарамаевой, да. Я так и называю, потому что они вообще одно целое. Абсолютно. Они безупречно работают. Это творческий союз. Союз очень хороший. И я им рассказываю. Говорю, вы вот смотрели, как Ткачук работает? Я говорю, вот есть фильм, говорю, «Зимний путь». А я балдаю. Я же не знал, что это они сняли этот фильм. И это мне помогло, потому что я... А они не думали, что это домашняя заготовка была? А это видно было, что не домашняя заготовка. И я ни в коем случае не знал, что они снимали это кино. И это было смешно, потому что они увидели, что я искренне не знал этого. И мы начали с ними общаться. И я понял, что все намного глубже, чем я представлял. То есть я думал, что это легкий материал. А когда я с ними провел пробы, я такой думал, ой-ой-ой. Так вот оно оказывается, тут что зарыто-то все. И я очень захотел в этот проект. И когда я после первой смены зашел в номер, я понял, что я вот... Ну, слава богу, что к такому проекту жизнь меня подвела. Потому что это... Никит, сюжет давайте немного. Сюжет потрясающий. Молодые ребята, компания, друзей очень хороших, они решили возобновить традиции дуэлей. Решать проблемы посредством дуэлей. То есть не просто подраться или заявить в полицию, а уже дело чести. И они решили всех... И у них немножко желание наказывать все те людей, которые неправильно живут. Конечно, наказывать тех, кто совершает буллинг, те, кто занимаются какими-то порочными вещами, заставляют там людей употреблять наркотики. Ну, то есть все пороки, они стараются наказывать как бы справедливостью. Пистолеты реальные, 19-й век. Панки за справедливость! А как насчет книги? Типа как бойцовский, только дуэлей. Предлагаю назваться «Черная весна». То есть это такая лига справедливости молодых ребят, подростков, юношей, которые очень хорошие все ребята, но... Где разворачивается история, события? В Приморском городе. События разворачиваются... Город Энск? Энск в Приморском городе, да. Очень камерный, провинциальный, атмосферный город. Так братья такие коин. То есть мы даже приехали туда, и там вся атмосфера вокруг была такая, как в кино и должно быть. То есть все-таки какие-то волны, ветра, все очень было такое... Тревожно... Тревожно, да, напряженно. Кинематографически. Кинематографически. Партнеры кто ваши? А партнеры потрясающие ребята, молодые. Я их нигде не видел до этого. Но Глеб Калюжный разве что, ну, он хороший, талантливый парень, и абсолютно подходит на эту роль. Остальные они молодежь, которые мы сейчас все... Да, и вы их увидите, безусловно, влюбитесь. Кошман, ну, Кошман он уже, да, чуть-чуть, но все равно, вот тут роль серьезная у него, очень серьезная. И вообще мне нравится, что здесь подростки по-взрослому играют, взрослые проблемы. То есть не как иногда бывает, играют подростков. А здесь, наоборот, это ребята, которые столкнулись с очень серьезными проблемами и размышлениями на своем пути, и вынуждены... Ну, один из моих любимых материалов. А вы где-то в одном из интервью сами говорили, что, Тромея, вы взяли ребята-артистов, где-то похожие на своих персонажей. Вот где у вас с вашим персонажем пересечения? Я скажу так, что все мои персонажи, это, так скажем, ода, моим каким-то прошлым знакомством, образом, наблюдением. Да, я, безусловно, беру это все из своего детства, юношества, потому что я рос во дворе, я рос, как бы, можно сказать, на улицах, поэтому я абсолютно все это понимаю, быт и все вот эти, так скажем, к сожалению, запутанности, мутки, которые ребята делают. И сам в них участвовал, и ни в коем случае... Движения. Конечно, конечно, я это все понимаю, и у меня персонаж, безусловно, просто парень, человек, которых тысячи в нашей стране. Давайте игру. Может, парнишка на таланте из Ленинграда, Санкт-Петербурга, в центре на Ваське жил, сыграть это без ними? Может. Да, мне тоже. Может. С режиссером, да? Я считаю, да, я считаю, как мне однажды сказали, что может человек Колыму пройти, и не смочь изобразить то, что... Сыграть. Сыграть, да. А есть человек настолько тонкой душевной организации, что ему не нужно нигде находиться. Он чувствует мир, как бы его проблемы просто априори. Поэтому, безусловно, я знаю тысячи артистов, которые в жизни человека не ударили, но обладают такой энергией, что они могут... Сыграем. Сыграть это, безусловно. Сыграем. Блицкино в деталях от Ивана Закадрова. Антон, привет. Рад тебя видеть. Привет. Я поздравляю тебя с выходом в прокат фильма «Иван Семенов. Школьный переполох». Есть такое. Спасибо огромное. Очень рад. О чем этот фильм, расскажи? О детстве, о дружбе, о любви, о школе, о том, что все мы в ней учились, и о том, что нужно брать ответственность за свои поступки. Ты теперь будешь учиться в самой обычной школе. Бесплатно. Сейчас получишь, депутат. Это я с радостью. Рад, все я люблю. Колька. Павел. Алик. Тогда давай зайдем в место, которое у меня напрямую ассоциируется со школой. В библиотеку. О, библиотека. Не люблю эти вещи. О, Достоевский. Достоевского знаю. Ну вот ты уже в библиотеке. Кстати, а ты в школе был хулиганом как главный герой картины или все-таки ботаником? Мне кажется, я был каким-то симбиозом этого всего, потому что я на самом деле неплохо учился, но хулиганил очень отчаянно, и меня выгнали из школы за поведение. Слушай, я у тебя же не первый раз поздравляю с фильмом, где ты, ты режиссер. На данном этапе это становится для тебя интереснее, чем актерство? На данном этапе да, и вообще я считаю, что есть более талантливые актеры в нашей стране. Это первый момент. А второй момент, как сказал Сергей Витальевич Безруков, театр – это хорошая качалочка. И вообще я считаю, что кино, театр и так же, как музыка и спорт, требуют постоянной тренировки и самосовершенства. Если ты на какой-то период выпадаешь по любым обстоятельствам из профессии, то довольно-таки тяжело в нее вернуться. Я выпал из-за момента режиссуры. И, если честно, этому очень рад, потому что изначально имею два режиссерских образования и как бы, грубо говоря, вернулся к истокам. Лучшая экранизация, по твоему мнению? О, мне кажется, Гарри Поттер. Да, потому что я его, во-первых, всего перечитал сыну перед сном. И вообще в целом это очень увлекательная история. И она действительно многому воспитывает и по-многому развлекает, если так можно косноречить сказать. Антон, скажи мне, как режиссер, какую сцену вот в этом пространстве можно снять вкусно и красиво для кино? Ну, мне кажется, что книга сразу рождает какую-то прямолинейную, возможно, идею, потому что хранит в себе много тайн. И это может быть наш главный герой, какой-то шпион. Он встречается здесь случайно со своим главным антагонистом, потому что они оба ищут шифр, который заложен в книгах. И тут наш главный герой понимает, что у него есть единственный шанс. Это опрокинуть стеллаж на антагонист. Возьми любую книгу, открой 33-ю страницу, третья строчка сверху, читай. Это предсказание на твой следующий режиссерский проект. Так. Вот, кстати, все случайно, не случайно. Фамилия у меня Богданов, и мы оказались рядом с буквой Б. Значит, на нее и возьмем. Не вижу Богданова. Пока. Так как большой поклонник Михаила Фанасьевича Булгакова, и вообще в театре я играю Шарикова в одной из постановок. Ух ты. Да. Но собачьего сердца я тоже здесь не наблюдаю, но возьму не менее популярную, любимую книгу «Белая гвардия». Булгаков, «Белая гвардия», «Богданов». Все в одном кадре. Так, 33-я. 33-я. 33-я страница. 33-я строчка сверху. 33-я строчка сверху. Раз, два, три. Предсказание. И важных усовершенствований было и стремительное саморазвитие зреющей авторской мысли, неизбежные колебания и сомнения. В точку! В точку! Ты издеваешься, что ли, как это экранизировать? Вы же буддист, говорят. Я раньше был приверженец этой философии, но теперь я вообще стараюсь просто сейчас жить. Ну, какая-то йога-не-йога все равно занимается? Нет, безусловно. Стою на гвоздях. И вот... Вот эта штука серьезная. Вот. Гвоздь отличная. Я один раз встал. Я чуть с ума не сошел. Я тоже. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Никита Калагривый. Никита, а Шизе как готовитесь? Вы же общались с ребятами из детдома. Шизе. Да. Шизе. Общался с ребятами и вообще, в принципе, с детства общался. Я помню, я был в лагере, когда в детстве ездил, к нам приезжали в один из... Как это правильно называется? Смены. Смены. А в одну из смен нам приезжали ребята из детдома. И это было колоссальное наблюдение мое ребенком за детьми детдомовскими. Поэтому я очень хорошо понимаю природу. Я ездил потом как волонтер несколько раз. И жена у меня этим занимается. Ну, 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 подробнее, пожалуйста. Да, ну, то есть мы ездили... Тогда супруга ваша расскажите. Да, супруга Александрина, да, Александрина Петеримова, выпускница Леонида Фимовича покойного хефица. И вот мы служим, да, у Сергея Витальевича Безрукова в театре. И она, ее подруги организовали, то есть такую историю, как называется Круг Добра. То есть это мы брали письма там изначально сначала Новый год только. Это письма детей Деду Морозу. И эти письма раздаются людям. И каждый человек как бы выполняет роль Деда Мороза. Он покупает именно тот подарок, который ребенок хочет. И потом приходит Деда Морозом и выручает. Ну, как бы потом приходят наши волонтеры и вручают. Но сам факт, что ребенок получает то, что он загадал. Чего хотят дети сейчас? Я вот... Они, во-первых, очень взрослые все. Я вот когда приехал, пообщался с подростками, причем меня представили как актера, и они все ушли играть в футбол. То есть я говорю, сейчас будет актерские тренинги, и они взяли мяч и ушли играть в футбол. И потом я выцепил одного парня, и спросил у их тренера, я говорю, а есть перчатки и боксерские, и лапы? Я говорю, сейчас по-любому подтянутся, сто процентов. И я начал с этим парнем боксировать. А там удар-то уже, он, звук-то другой у него И они подтянули все бокс. А, значит, ты и боксер, и актер, а так может быть? Я говорю, конечно, может быть. Я говорю, спокойно. И, в общем, я там сделал достаточное количество наблюдений для того, чтобы мне сыграть у этого человека по кличке Респект. Ну что, я тебя поздравляю. Совершеннолетний теперь. Свободный человек. Делай, что хочешь. Только вот должок за тобой. Свободный человек. Не забыл? Сколько там у нас по счетчику натикало? Ладно. У меня все по нулям. Мамой клянусь. Это которая тебя родила и потом с ручняком мусоропровод спустила? Никит. Да. Есть же очень интересный еще один проект. Это сказка. Обожаемая. Я обожаю сказки. Сказка по щучьему велению. Это там, по-моему, Иван Дурак там был. Емеля. Емеля. Емеля на печи. Это был потрясающий съемочный процесс. Графики много, сложно постановочных сцен. Графики мало. Как хорошо. И я очень рад. Интересно. Мало графики. И что, печь сама едет? Печь 50 км в час. Сама едет, да? Да. Я считаю абсолютно, я готов поднять за это руку, что у нас достаточно в стране таких красивых мест, что графика иногда не сможет догнать. Это была Сибирь. Тобольск, первый город Сибири. Вокруг и Тайга, и Иртыш. На Иртыше мы снимали в минус 37 эти все проезды на печке. и там поля такие, то есть там трава получилась. А, вы гоняли, наверное, по Пухляку. И по Иртышу, и зимой и летом. На Эллипеечке. И зимой и летом гоняли. И по полям летом. Класс. Это было потрясающе. Снегоходы какие-нибудь или что? Рассказывайте секреты. Расскажу. Это волшебство. Как классно, абсолютно. Волшебство. И там у меня и дом поднимался сам. И, в общем, все практически. А, там еще, по-моему, была эта, на костиных ногах, да? Избушка там, да. Там, в общем, у нас там очень хорошая получилась драматическая сказка. Подчеркну это слово. Я к чему еще вас спрашиваю? Физическая подготовка там вот на этом проекте, конечно, помогла. Безусловно, потому что носились там по полям, по болотам, на этой печи. То есть я там затратился хорошенько. Подбегая вперед, не должен этого делать, но прямо очень хочется уже конец года этого. Ну, подведите итоги для себя. Для себя, да. В октябре. Да что? Я так скажу. У меня только начинается все. И я итоги даже не то, что подводить не собираюсь. Я вот только начинаю разгоняться. Я рад, что у меня есть работа. Да, и вы говорите, я сейчас всех уберу. Это ваши слова. В нынешнее время. Я понимаю, что это кураж. Хороший. Конечно. Причем я говорю, это абсолютно, я говорю, я абсолютно уважаю свою конкуренцию. Да, да, я это все слышал. Но я понимаю и спорта, что это так же, как на ринге. Ты уважаешь соперника, но тебе надо выиграть. Но тебе надо выиграть. И все. И ты потом руку пожмешь и скажешь, ты красавчик, но сейчас мое время. и я понимаю, я понимаю, что во имя всего того, что я в жизни прошел, во имя всех своих близких людей, я обязан забрать это первое место. Поэтому вот я сейчас... Давай, забирай. Буду стараться, да. Вы же буддист, говорят. Я раньше был приверженец как бы этой философии, но теперь я вообще стараюсь просто сейчас жить и как бы изучать. Ну какая-то йога-не-йога все равно занимаешься? Нет, безусловно. Практики принимаете разные, что ли? Самбо-дзюдо. Стою на гвоздях. И вот... Вот эта штука серьезная. Вот. Гвоздь отличная. Я один раз встал. Я чуть с ума нестил. Я тоже. Я сначала по 10 секунд стоял. Жар какой. Потеешь сразу. А сейчас нормально. И 10 могу постоять. Ну, иногда. Не буду лукавить. Никита, спасибо вам большое за этот разговор. Здорово. Все. Счастливо. Вам удачи. С премьерами. Спасибо. На сегодня все. Мы увидимся с вами ровно через неделю на канале СТС. А пока смотрите кино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова